Привет и добро пожаловать на канал ИнформТВ. Очень часто можно встретить информацию о младшем сыне Владимира Высоцкого, руководителе благотворительного фонда Никите Высоцком. А вот о его старшем брате Аркадии слышно гораздо реже, хотя он также добился неплохих высот, и иногда его называют даже забытым Высоцким. Сына Аркадия певцу в 62 году подарила супруга Людмила Абрамова. Когда мальчику было всего 6 лет, его родители развелись. Потом его папа стал мужем Марины Влади, а мама вышла замуж за Юрия Овчаренко, который принял мальчиков как родных. С отцом ребята виделись очень редко, но недостатка в семейном тепле не испытывали. Мама и Юрий делали все возможное, чтобы те были счастливы. А когда пришло время выбирать вуз, родной отец предлагал помощь и гарантировал стопроцентное поступление в любое заведение. Вот только парни отказались от его услуг. Аркадий поступил в МГУ на факультет математики и кибернетики, но через год понял, что ему это не интересно. На тот момент у него уже была жена и ребенок, поэтому он решил пойти работать, а учебу отложил, как говорится, на потом. Друг родного отца устроил Аркадия на золотые прииски. Отработав два года, он вернулся в столицу и поступил учиться во ВГИК на факультет сценаристов. А потом наступили 90-е, и специальность оказалась очень невостребованной. Так Аркадий Владимирович поработал в такси, был водителем скорой помощи, а в итоге оказался на телевидении, где посвятил передачу своему отцу. Понимая, что журналистика ему тоже неинтересна, он принял предложение о преподавательской деятельности и не ошибся. Во ВГИКе он наконец оказался на своем месте. Кроме этого, старший сын известного советского исполнителя снимается в эпизодах, трудится сценаристом и выбирает только интересные для него проекты. Деньги для него – нерешающий фактор. За это время вышло несколько работ сына известного Барда. Среди них победитель всероссийского конкурса, фильм «Бабочка над гербарием» и «Письма к Эльзе», который снял режиссер Игорь Масленников. Аркадий был женат трижды и пять раз становился отцом. Маша и Вова, рожденные в первом браке, живут в Америке. Причем у Натальи уже своих семь ребятишек. Она вышла замуж за ортодоксального еврея. А еще у Аркадия есть трое детей от другого брака – Никита, Михаил и Мария. Старший сын Владимира Высоцкого не любит выставлять личную жизнь на показ и предпочитает оставаться в тени, в принципе, как и все его дети. А как вам кажется, кто больше из сыновей Никиты или Аркадий похожи на отца? Пишите в комментариях. Если вы помните песни Владимира Высоцкого, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!